Итак, давайте заканчивать. В 5 часов у нас примерно окончание. Народу мало осталось. Первый вопрос к вам, ко всем, кто сегодня слушал. У нас такой свободный формат. Есть у нас эксперты классные, которые могут ответить про agile, мотивацию, CR, все что угодно, все, что вы сегодня послушали. Первый вопрос к вам. Какие у вас есть вопросы к экспертам, может быть, троллинговые, сложные, из реальной жизни, опыта? Да, сейчас, сейчас. То есть давайте любой вообще трэш выгружаем, а ребята будут выбирать, кто из них отвечает и предлагают решение. Окей? Так и надо, да. Картинку, чтобы закидывали вас? Ну, это уже ваша задача. Давай. Такой вопрос неоднократно. Ну, везде повторяю, что ООКРы, они начинают формироваться сверху, со стратегических целей, дальше спускаются в организации, до подразделений и, может, до персонального уровня. Что делать, если в компании нету стратегических целей? Руководство, в принципе, не их, может быть, они есть, но никак не публикуются, ни миссии, ни стратегии, ничего нет. Но, тем не менее, ты хочешь начать упорядочить со среднего уровня вниз. С чего можно было бы начать? Господин Грусь, вам нужна минутка на… Нет, так, досрочный ответ. Кто у нас? Алексей, отлично. Знаете, наверное, стратегическая цель, постановка планов на год, это не стратегическая цель. Очень часто у нас так и было. Деквот ОКР позволяет просто организовать и контролировать сам процесс. Он настолько гибок, что это не задача, это фокус внимания. Фокус внимания именно в маленький, в короткий период, который позволяет быть гибким и именно нацелен на результат. Вот этот инструмент, он может работать без стратегических целей предприятия. Либо организация там в любой форме. Можно я продолжу? Во-первых, хочу еще раз отметить, что эта система гибкая. Она эволюционно родилась в Интеле и, собственно, управление по целям, трансформировалась. Дальше перешла в Google, дальше во все компании. Когда я общалась с коллегами из Калифорнии, которые активно внедряют ОКР, они сказали, что в каждой компании своя система. Поэтому вы под себя можете модифицировать. Если эти принципы, которые позволяют делать гибкость, гибкость, согласованность, сфокусированность, движение к ясным амбициозным целям. Момент. Там не сверху вниз спускается. Там есть движение и сверху вниз, и снизу вверх. И идеальная ситуация, вообще идеальная, эталонная, классическая. Мы еще, думаю, придем к этому тоже. Когда до планирования компании целей, каждый сотрудник, он думает, какие самые важные цели компании на этот период. И он свои предложения отдает специальному Киар-коучу или руководителю. То есть собирается снизу все идеи. Потом топ-менеджмент все собирает, добавляет свое видение. И так рождаются цели. А потом уже, когда они есть, ниже стоящий уровень, глядя на них, смотрит, а что тогда я могу сделать. И дальше они смотрят, а что мы можем сделать. То есть все равно цели ставят они, глядя на более, естественно, общее. И вы спросили, можно ли ставить со среднего уровня, не затрагивая топ-уровень. Правильно ли я вас услышала? Ну, конечно, это будет менее эффективно. Повторю, если компания переживает, кризис не понимает, какие у нее цели, не транслируя сотрудников, то хотя бы остановиться, понимая, что сверху тебе ничего не придет, хотя бы на своем уровне, так сделала там компанию, внутри компании. Более того, вы можете как руководитель пока сами, и мы рекомендуем это делать, сами пока пожить в этой системе. Вот я свои личные, свои цели вообще по личной жизни ставлю уже по ЦКР. И это мне позволяет фокусироваться. Вы можете начать так, пожить несколько месяцев, понять, ага, работает, не работает, дальше тогда объединить свою команду. То есть эту систему можно эволюционно вот так вот распространять. Потому что она ничего не ломает, она только добавляет. Там у Лены еще есть ответ. Коллеги, меня зовут Елена Ишилова. Я сегодня, конечно, не спикер, но часть командовым пилкома оргразвития. Хотела просто добавить, да, вот то, что я сегодня услышала на сессии, то, что мы с командой внутри обсуждаем. ОКР — это методика всего лишь. Если у вас нет… и она будет эффективна, если правильно применять, как и любую другую, да, на самом деле. Все, что… вот любой инструмент, он работающий, если его правильно использовать. Так вот, если у вас есть такая сложность в компании, я уже из собственного опыта могу вам просто порекомендовать. В нашей компании тоже бывают моменты, когда мы не совсем до конца или не все до конца понимают, куда мы движемся как организация. Так вот, вы можете стать тем человеком, который инициирует разговор на эту тему. Вам ничто не мешает поднять этот вопрос наверх, предложить руководителю и руководителю руководителю и сказать, коллеги, есть вот такая методика, работает она в других организациях вот так, мы можем у себя сделать вот так, давайте попробуем. И принести готовый результат с этих сессий уже топ-менеджментовой серии. Мы тут поштурмили, вы же нам за это платите на самом деле, мы же эксперты в своих областях. И мы придумали, что наша компания делает в ближайший год, два, три и так далее. Это помогло бы стать пилотом вашей компании. Окей, ответили они на твой вопрос? Классно. А может я подолью масло на сковородку? У меня один раз кейс был интересный. Представьте, вы компания интегратор айтишная, и вы говорите, ребята, нам нужно сделать укар. При этом никто в вашей компании не понимает бизнес, вообще никто. Ну вот как-то же вы жили на этих заказах, жили, все было хорошо. И тут надо укар поставить, укар – это цели от бизнеса, а у вас бизнес никто не понимает. Что делать? Если бизнес не понимают, я что-то не понимаю. О заказах? Ну там был хороший дядя, который сидел в этой компании. С 9 до 6 заказы как бы сыпятся, все хорошо. А тут надо бизнес делать, интеграторов сейчас прижимает. Дядя вот этот вот из компании уволился, который как бы заказчиком был. Что делать в компании? Хотят как бы ОКР. Дело в том, что ОКР – это не является какой-то формальной системой проверки целей, тем более отчета перед акционерами. Это система фокусировки внимания команды на самом важном и согласованного движения к реализации этих важных целей. И поэтому не так важно, и вот вы смотрели примеры вот у Алексея, да, не так важно, правильно ли с точки зрения бизнес-консалтинга сформулирована цель. Это вообще не важно. Главное, что так видят эти люди, они сформулировали так, как они понимают, и они хотят это делать, и они фокусируются. Вот эта придирка к словам до буковки, а грамотно ли это с точки зрения науки, это, знаете, это вот шашечки или ехать. ОКР – это про ехать, не про шашечки. Ну, в случае, так мы видим, как, не знаю, согласны коллеги? А что делать-то? Мы подгораем уже на сковородочке? Ну, то есть как бы интегратор, бизнес-интегратор подгорает. Что мы делаем? ОКР поможет? Я не знаю, что им поможет. Никто не понимает бизнес. ОКР про бизнес или нет? Скажи, пожалуйста, а им-то это надо? Людям, в смысле? Ну, им надо, чтобы компания жила, они хотят ее развивать, они не знают как. Они не знают как. Ну, так первая цель, может быть, узнать, что такое бизнес. Ну, как вариант. Ну, вариантов очень много. Я думаю, что, ну, как бы, как минимум, там, несколько человек знают. Можно спросить у конкурентов, вот, как минимум взять, опять же, извне людей, взять тренеров. Ну, то есть, на самом деле, если мы говорим про цели и говорим про сессии, то, в общем, наштормить, как узнать про бизнес, первый этап. Вот, второй, как бы, этап, как трансформировать этот бизнес. Ну, собственно, план, цели, задачи, и погнали. А ОКР? Давай так, не ко мне, своему ОКР. Не тыкай в меня, своему ОКР. Я могу еще раз повторить. Эта система позволяет с помощью людей, которые работали с каким-то там дядечкой, который ушел, нет лучше специалистов, чем сотрудники в организации. Ни один тренер не знает выхода из любой, ну, из какой-то критической ситуации. Все говорят, вы знаете лучше, скажите как. Так вот, эта система ОКР позволяет выявить проблемы, объединить их в задачи, выбрать приоритетные и прописать ключевые результаты. И, неважно, знаем ли мы бизнес или не знаем, даже самый низкий уровень сотрудников бывает больше разбирается в этом бизнесе, ну, мы не берем там финансы и все прочее, как его поднять, как его хотя бы сохранить на прежнем уровне. То есть, то, что я слышу, можно попробовать, да? Ну, собрать ОКР и посмотреть, если это получится. И можно я добавлю, кто из присутствующих, оставшихся, играл в стулья? Есть? Да? Скажи, разбирались ли вы в том бизнесе стульев до того, как пришли в игру? Есть профессионал в стульях. Есть один профессионал. Ты специально его позвала, да? Скажите, изменилось ли что-то, когда мы подвели итоги и поставили первые цели и ключевые результаты? Насколько увеличилось ваше понимание вообще, что вы делали эти три месяца? Изменилось что-то? А теперь представьте, что таких циклов у нас, как у Алексея, прошло семь. И после каждого цикла, то, что вы первый раз поставили цели и ключевые результаты, это такой черновой уровень. Это прямо первое-первыхое приближение. Когда вы второй цикл пройдете, вы совсем по-другому на них посмотрите, вы их перепишете. Третий раз вы их еще лучше перепишете. И благодаря вот такому, этой осознанности, вы будете каждый раз все лучше узнавать в том числе и свой бизнес, потому что вы будете на него смотреть сквозь призму ключевых результатов. И получается, что для меня система ЦКР – это про осознанность и ответственность. Когда мы осознаем, что мы делаем, и мы берем на себя ответственность, чтобы туда двигаться, чтобы двигаться всем вместе. Мне кажется, что я, может быть, даже на первый вопрос отвечу. Любая, ну и на второй тоже попробую сразу. Не связано, да. Да, любая трансформация – это трансформация конкретной личности. Вот мне очень нравится, как Греф говорит, что я не знаю, что первично. Я меняюсь или Сбербанк меняется? И я по своему опыту точно так же чувствую это. То есть, по-моему, вот что надо сделать? Надо определиться. Весь вопрос всегда, а что, собственно, я хочу? Эгоистичный такой простой вопрос. И вот если вы там руководитель среднего звена, а какие у вас хорошо компания не знает, что она хочет в лице акционеров и так далее, какая разница? А вам-то что с этого? Ваши какие цели? Ну, то есть, если вы порядочный человек, вы ставите свои личные цели, и дальше от них идете, начинаете улучшать свой департамент. Я просто личную историю могу рассказать. Я пришел к партнеру, когда, получается, 10 лет назад программистом работать. И у него был свой бизнес, там другой вообще, не софт разработки. И там был какой-то отдел, небольшой департамент из трех человек, который код писал. И второй департамент, там один на Дотнете писал, другой на ПХП. И я увидел, что департамент на Дотнете, там, очень много клиентов платит, ну, то есть, да, а ПХП департамент мало платит. И у меня такая фикс была идея, надо сделать, чтобы премии были справедливые. Ну, типа, вот, просто я пошел к нему, ну, ты, как бы, надо сделать. Он говорит, ну, надо. Я полез в финучет, и вот я здесь. Ну, как бы, дальше 10 лет незаметно, да, то есть, теперь там равные партнеры и так далее. А, как бы, я просто хотел, ну, вот, я видел, что какая-то есть проблема, цель, да, я хочу справедливо распределить премии. И оказалось, что это не так просто, не решается быстро. Спасибо за рецепт, надо просто полезть в финучет, и, как бы, все будет решено. Все от финучета. Так, стейк готов, хорошо. Давайте, у кого еще вопрос? Давайте, надо еще мясо накинуть. У меня, наверное, достаточно такой крамольный вопрос, да? А что должно, точнее, что практически в ваших кейсах драйвит сотрудников на выполнение ОКР, если они никаким образом не привязаны к материальной составляющей? Немножечко, да, еще. Мы прекрасно понимаем, что жизнь богаче, да, мега круто, когда у нас супер все вовлечены, но по факту это и не так. Вот как сделать так, или как это работает, что действительно наши люди замотивированы на то, чтобы выполнять ОКР, который они там сами, может быть, формально поставили, либо их спустили сверху. Все, спасибо. Классическая тема, как заставить их всех работать, наконец. Да, за бесплатно, конечно. Там перевезу Берлусилкина и Алексея. Вот, если можно, включить нашу презентацию или просто вспомните. Помните, там были дашборды вот эти, когда первый, второй месяц, потом четвертый, пятый и потом вот семь, восемь. Помните? Или поставить слайд? Там был ответ? Помните. Ага, и, собственно, вы видите, ну, как, это, ну, как, подтверждение доказательства, что вовлеченность повысилась, да? А теперь, как это произошло, теперь пусть Алексей расскажет. Слила. То, что мы видели, это происходило на уровне руководителей, того или иного уровня. Мы говорим о том, что все-таки, ну, компания не только за руководителя состоит, да? Как вот, как вот чуть пониже-то, пониже-то чуть-чуть. Там все понятно. Вот тех внизу заставить работать, это важно. Я просто подбираю слова, чтобы прямо не ответить. Дело в том, что тех, кого вы наблюдали, руководители отделов, они планируют работу. Исполнители у нас на хорошем счету, на хорошем уровне. Производство справляется, монтажи справляются. А вот продажи, контроль качества, снабжение, руководители производств. Вот здесь, если на этом уровне наладить понимание и вовлеченность, дальше проблем не будет. Дальше можно только совершенствовать и оптимизировать. Одна из задач у нас стоит оптимизация затрат. А это на уровне уже сотрудников под контролем вот этих руководителей отделов. Вовлеченность сотрудников у них рабочих. У них ясно и понятно. Сделал больше, заработал больше. Стабильность, ежемесячная заработная плата. Никому, наверное, секрет не откроешь, что иногда их задерживают. У нас такого нет. И быть не может в принципе. Поэтому они мотивированы. Это не KPI. Вкидывай, вкидывай. Это поработал 8 часов или больше? Заработал больше. Почасовая, конечно. Даже не поездельная, больше сказать. То есть здесь мы идем в историю оплаты человека часов. Но мы понимаем, что цель-то, наверное, не увеличивать количество отработанного времени, а повышать производительность. Производительности хватает. У нас бизнес сезонный, поэтому увеличить количество человека часов, набирая вторую смену или третью, это не рементабельно. Можно дать сотрудникам заработать, замотивировав им поработать 2-3 месяца в году, заработать на год. Окей, с данным частным кейсом мы разобрались. Может быть еще какие-то… Ну да, то есть опять, кто мы и где мы. Если мы находимся… Зачем нам заставлять кого-то работать? Вот это ключевой, по-моему, вопрос. Если мы находимся в компании, где… Ну, хороший вариант какой, который я для себя избрал, да? Почему? Первый принцип – польза важнее денег. Потому что если компания приносит пользу, то надо нанимать людей, которым интересно заниматься вот этим принесением пользы, то есть которые мотивированы интересом. Дальше им надо просто помогать, не мешать. Это хороший вариант. Но другой вариант, если мы находимся в ситуации, когда это там по какой-то причине непонятно, то, как ни называя систему управления, это все равно будет принуждение. И тогда OCR – это просто способ начальнику, руководителю структурировать свои мысли. Ну, то есть, грубо говоря, если сотрудники мотивированы интересом, то, в общем, вообще не важно. Ну, лишь бы работа, ну, какая там система, почти не важно. А если они не мотивированы, то нужно делать фанатичные планерки еженедельные, ежедвы в 2 недели. Как только начальник уйдет, все развалится. А OCR – это просто инструмент, чтобы эти планерки проводить, и они были по делу, ну, грубо говоря. Вот просто надо понимать, где мы находимся. Если мы хотим трансформироваться в сторону пользы, тогда мы должны на уровне компании определить, что такое польза. А дальше только один вариант – это нанимай-увольняй. То есть тех людей, которые не хотят приносить пользу им неинтересно, мы постепенно меняем, а нанимаем тех, которые хотят. А в промежутках, соответственно, статусы. Спасибо. Если можно, я бы хотела еще… Добить тебя хотят? Давай, давай. Нет, нет, давайте, давайте. Ну, если интересно, просто, ну, если уж говорить про… Потому что вот сейчас то, что Алексей рассказывал, да, пока сейчас система ОКЕАР на уровне топ-менеджмента и управляющей команды, да, руководителей подразделений, да, рабочих еще… Вот это то, что дальше как раз, да, в планах. Поэтому здесь немножко, ну, может быть, там что-то поменяется. А вот если именно про ОКЕАР говорить, то там есть два очень мощных мотивационных механизма. Это как раз вот эти еженедельные собрания. Причем первое собрание, так называемые понедельники, да, или прогресс-собрания, это очень похоже на вот… в тучке Scrum Daily, где, собственно, три вопроса, да, как я продвинулся в достижении ключевых результатов отдела или своих личных, смотря на каком уровне ставят, но лучше отдела, да, и я это говорю перед всеми публично и отмечаю, что я собираюсь делать на следующей неделе и какая мне нужна поддержка. Три, ну, стандартных вопроса, которых вы все знаете. И уже вот такая публичность уже дает тот эффект, который вы видели на рисунке у Алексея, да, что я уже в эту неделю отсижусь, в вторую неделю отсижусь, а потом мне уже как-то становится неуютно. Это социальное давление, социальный эффект. Но есть еще один очень важный мотивационный механизм. Вот здесь на заводе еще пока не ввели, и я вижу, что для российского менталитета это сложнее всего идет. А вообще в ВКР есть еще пятницы, или TGIF, может быть, вы слышали, да, слава богу, пятница в Гугле. Причем в Гугле их перенесли уже на четверги, потому что они по всему миру, и чтобы в Израиле это не попало на субботу, они, значит, это теперь по четвергам делают. Причем вся команда, абсолютно, вообще вся компания, сколько там, ну, представляете, да, масштаб, все подключаются онлайн. Обязательно присутствуют топ-менеджеры, владельцы компании. И, во-первых, самые лучшие проекты хвастаются. То есть пятница – это похвастушки, это празднование успехов. И те команды, которые достигли за неделю значимых успехов получают право перед всей огромной компанией похвастаться успехами. Это уже, представляете, перед владельцем компании, перед легендарной, не просто владельцем, а легендой, да, вот выйти и пусть даже онлайн. Вот, у нас сложно, но я хочу рассказать маленькую историю Псков, где вот как раз мы, в том числе благодаря Алексею и Ирине Сукманюк, такой пилотный у нас, пилотный регион. И мы там с предпринимателями тоже провели несколько семинаров по этой теме, и каждый взял себе, что хочет. И вот маленькая компания, здравствуйте, называется парафармацевтическая компания, они занимаются всякими там подгузниками, ну, в общем, продажей. И они взяли только один единственный элемент из всей системы, это пятницы. И она приходит, в следующий раз мы приезжаем, через месяц она говорит, вы знаете, я стала проводить пятницы, я заметила, это так работает. У нас в компании, в команде, была бухгалтер, и знаете, ну, как человек занимается своим делом, его никто не замечает, самый ненужный человек, ну, незаметный, непонятный вообще, что он там делает, знакомо, да? И с ней даже не общались, она не была включена в коллектив. И вот пятница, и она предложила не похвастаться не только тем, кто чего-то достиг, а каждому похвастаться о своих успехах на этой неделе. И каждый хвастается, и тут это бухгалтер говорит, а я вот за этой неделю взыскала дебютовскую задолженность, вот такую и такую, компания получила вот столько, благодаря этому вы получили зарплату. Слушайте, это был эффект, то представьте, да? Просто вот разорвавшаяся бомба. Сотрудники впервые вообще узнали, чем занимается человек, что благодаря ему они получают эти деньги, насколько сложна ее работа. Все, человек включился. И представьте, какая у него теперь мотивация. То есть вот эти вещи нематериальные, мы про них часто забываем, а они на самом деле двигают гораздо больше. Только что были Agile Days, я очень рекомендую посмотреть выступление Анны Обуховой. Вот она как раз про вот мотивацию. Очень рекомендую. Извините, что так долго. Да, спасибо. Есть еще вопросы? Я, можно, вот дискуссию прямо со стороны наблюдаю. Как это ставить работать? Делайте пьянку в четверг, чтобы в пятницу они, видимо, еще добыть. Огонь вообще. Agile не про это, друзья. В Калифорнии там рекомендуют пиво, даже мало того, я когда руководила Founder Institute, здесь московским отделением. Четверки пива, я понял. Лучший ответ. Спасибо. У меня была пропис... Я просто могу раскрыть инсайдерскую информацию кальфорнийских компаний. У меня, в моей инструкции директора было написано, что я должна после каждого занятия, занятие заканчивается вечернее, это акселератор кальфорнийский, я должна после каждого занятия идти в бар обязательно и пить пиво с участниками, сотрудниками, ну, с нашими студентами. Это было прописано у меня в инструкции. То есть там это нормально. Или заходишь в Виверк в Нью-Йорке, там чай, кофе, экраник с пивом. Все бесплатно, сколько хочешь. Но в нашей культуре, когда мы только упомянули об этом, сразу... Нет, мы тоже не уделяемся, нормально все. В России, поэтому мы говорим тортик, чай и тортик, чай и тортик, никакого алкоголя. Наташа хотела добавить? Да, да, да. Про алкоголь? Нет, про пятницу. У меня есть опыт внедрения пятницы тоже в производственную компанию. В понедельнике тоже мы внедряли, но тем не менее до уровня показателей там по определенным причинам компания еще не дошла, и это отодвинулось. Эффект от пятницы. То есть на самом деле, конечно, эти совещания в паре, они дают очень большой эффект. По сути, они формируют определенную привычку напряжения и расслабления для компании. Когда все встречаются в понедельник, говорят свой прогресс и говорят о том, что они собираются сделать, ну реально, ты ставишь цель, внутри ты напрягаешься. Когда в пятницу вы встречаетесь, и вы хвастаетесь тем, что вы достигли, это реальное такое расслабление, когда человек потом уходит на выходные, он восстанавливается и с большей как бы такой силой, и свободой включается в этот процесс. Это очень отразилось на эффективности работы команды. То есть команда была топовая, мы не спустились ниже, то есть на уровне топов пока еще остается. Что касаемо пятницы, там есть такой определенный этап, помимо того, что ты действительно рассказываешь, что вы сделали, потому что когда компания находится в прогрессивном таком состоянии, чаще вран ты находишься, ты не понимаешь, что происходит в соседних подразделениях. И здесь вот то, о чем говорила Марина, когда появляется прозрачность, когда появляется понимание, что происходит в других подразделениях, уже является вовлечением определенным. И люди уже по-другому относятся, когда такой безликий бухгалтер стал героем, по сути дела, пятницы, так героем становится каждое подразделение, и становится понятно, оказывается, вот чем вы занимаетесь. И, конечно, начинают простраиваться такие тонкие связи, личностные и эмоциональные, когда люди рады видеть друг друга, и уже они рады делиться, быстрее идут на обсуждение каких-то сложных моментов. И постепенно начинает зарождаться доверие, и иногда вопросы решаются быстрее, потому что легче подойти, спросить, скорость реакции увеличивается, чем если ты там напишешь и будешь ждать ответа. И вместе эти два собрания, две привычки организационные, они, конечно, начинают формировать прозрачность и доверие. За счет этого повышается, соответственно, нематериальная мотивация, и люди с удовольствием работают, встречаются друг с другом. Ну вот, такой эффект от этих собраний. Короткую фразу скажу. Ну, просто хвалите своих людей, окей? Ну, как бы, все же просто. Особенно, если в углу сидят и ни с кем не общаются. Вообще отлично. Подходите, рассказывайте, какие классные у них футболки. Я не начну с тобой общаться, говорить. Ну, у нас просто, правда, не очень любят процедурные встречи, но разговаривайте с людьми, говорите с ними, хвалите людей. Мы недохваленная нация. Спасибо, Марина, спасибо тебе. На Вейла дискуссии, значит, приходит предприниматель к Равину и говорит, Рэбе, бизнес, проблемы большие очень. Что делать? Все идет в тартарары. Он говорит так, бери, значит, каждый день Тору под мышку и в 10 утра обходишь все предприятие. Он говорит, ну, ладно, окей, Равин сказал, пошел. Начинает, значит, приходит через 2 недели, Рэбе, бизнес попер, все начали работать, все замечательно. Я говорит, я все понял, я только одного не понял, Тора зачем? Он говорит, как зачем? Для солидности. Вот, то есть, мне немножко просто дискуссию про пятницу напомнило. Это просто, это же, ну, я про издержки думаю, это просто 20% производительность труда мы отдали за то, чтобы заменить вовлеченность лидера или руководителя в процессы. Ну, то есть, по большому счету, в чем поинт? Надо ходить, общаться, хвалить, смотреть, что происходит и вовлекаться в работу. Вот для меня челлендж в том, чтобы у нас демо раз в месяц и как бы еще снизить издержки. Чтобы, когда мы проводили, у нас там когда-то давно были спринты недельные, мы пробовали, когда скрам формально внедряли, но это же дикие издержки. То есть, это просто тупо очень дорого. Я не знаю, может быть, у кого-то, если бизнес позволяет 20% на пятницу отгрузить, то счастье этому бизнесу с такой маржинальностью. Сейчас на скрам просто это тратим, а можно на пьянку, понимаешь? Ну вот, как бы, нам, не знаю, нам и такие издержки не можем себе позволить. Можно про издержки очень маленькие, старые, старые, бородатую притчу. Возможно, вы слышали про двух дровосеков. Когда один дровосек, он снижал издержки, и он молотил, 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 молотил. А когда второго слушали, он такой помолотит, и тишина, помолотит, и тишина. А когда потом посмотрели результат, у кого был результат выше? У первого или у второго? У второго удивились. А что же ты делал? Ты все время отдыхал. Он говорит, я не отдыхал, я топор точил. Вот понедельники и пятницы это время, инвестированное на заточку топора. И когда мы точим топор, то тогда это перекрывает те возможные издержки, затрат времени. По поводу времени, чем короче эти собрания будут проходить, а пятницы вообще неформальные, их даже можно после работы проводить, вообще бесплатно даже. То есть вы не затрачиваете ничего. А эффект будет очень серьезный. Так, все, можно я вас остановлю, пожалуйста. Это поток сознания, я понимаю, мы сейчас уйдем вообще в бар, видимо. У меня есть опыт работы в пивной компании, где как раз… Я же про это и говорю. У нас была пивная пятница. На территории офиса было специально оборудовано помещение бар, где как раз стоялась бочка бельгийского пива, по-моему, я уже не помню какого. И вот там собирались как раз люди для неформального общения. Вечером, не в рабочее время, поэтому 20% нормально. сохранялось и работали. Но вечером в пятницу собирались люди, в неформальной обстановке общались, бесплатное пиво. Так что все хорошо. Авито еще здесь кто-нибудь из Авито? Вот они могут сказать, как у них это проходит. Каждую пятницу пиво в Авито, друзья, приходите. Посмотрите на их лица. Итак, давайте я подытожу, Ваня пришел, спросил, что происходит. Самые увлеченные сотрудники. Все просто. Спросили, как их заставить работать, этих людей внизу. Ответ такой. Первое. Пусть не работают. Это как бы топ-совет был. Второе, второе, что было… А, алкоголь. Да, пусть пьют. И третье, как бы, ну… Хвалить надо людей. Нет, третье было полезное. То есть, бери мотивированных людей, которые хотят работать, как бы, и, ну… Ахтоним. Давай им возможность ставить цели самим. А? Ахтоним. А, бухать и не работать, господи. Три решения, вот тебе алгоритм. Хорошо, следующий вопрос, да. Я в комментарии, потом вопрос. В комментарии все-таки согласен Александром на тему того, а когда работать. Потому что у нас есть как бы скрам с его целыми кучами хороводов поводим тут, поводим там хоровод. Плюс еще совещание, а там какую-то фичу запилить, как другую фичу запилить. Сейчас еще ОКР добавим, где тоже надо одно сбор, другой сбор. Четверг еще бухать. Четверг, пятница, понедельник. Пятница отдыхать. Работать когда, как бы. Поэтому здесь заточка пилы как бы превращается в действие ради процесса, а не ради результата. То есть здесь надо все-таки баланс соблюдать. И еще такой, как бы, наброс. Ну, вот у меня сложилось впечатление, что все зависит все-таки от людей. Потому что вот, используя разные методологии, да без разницы, это попытка заставить людей работать. Люди могут на салфетке описать то, как они будут делать проект. Если они его сделают, то не надо им мешать. Соответственно, исходя из этого, как бы, нужно ли менять текущих людей либо создавать новую команду? И вообще, а нужно ли внедрять ОКР, если все так хорошо? Ну, то есть, какой принцип является, ну, что мотивирует вообще внедрять ОКР? Давайте немножко о проблеме какая. Ну, окей, проблема. Зачем мне внедрять ОКР? Можно ответить на этот вопрос? Вот такую серьезную проблему решаем. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас в здоровом состоянии, не кашляете, соплей нет, извините. Ну, вы же не будете сейчас пить таблетки, если вы не кашляете. Мне кажется, то же самое с ОКР. Если у вас все хорошо и проблематики нет, то тогда и не надо. Но если вы хотите, например, стать лучше, да, вас что-то сейчас не устраивает в текущем процессе, вам он кажется неэффективным, либо вы посчитали, и он действительно неэффективен, тогда надо пробовать что-то новое. Просто так ради эксперимента, ну, как бы, просто так, за просто так не надо. Я, может быть, так, вопросом на вопрос. Без дровосеков, пожалуйста. Да, без дровосеков. Ну, ценная была метафора про дровосека? Конечно, да. Спасибо. Скажите, компания Google, насколько, вот, ну, как бы вы вообще оценили, насколько эта компания, там, развивающаяся, масштабная, эмбициозная, great такая? Нормально у нее? Так себе? А? Вот не просто повезло. Через год после создания маленького стартапчика с маленьким количеством людей туда пришел Джон Дор. И он сказал Сергею, да, он сказал, давайте попробуем вот именно эту систему. То есть он туда пришел, и через год они пришли на систему ОКР, которая, там же фишка же еще в том, что растягивающие цели. Помните про амбициозность, да? Растяжка и максимальная фокусировка. Так вот, если у вас очень простые цели в компании, очень мало людей, все понятно, и вы не собираетесь расти, то ОКР не нужен, это будет излишне. Но если вы хотите масштабного роста, так что надо согласовывать очень много всего и максимально сфокусировано двигаться к очень амбициозным целям, вот как только они это внедрили, вот у них пошел вот такой гигантский рост. И до 2013 года это было их секретным соусом, они никому не рассказывали. Только в 2013 году, когда Рик Клау вот так вот вдруг сказал, а вот он наш секрет, благодаря которому мы вот такие классные, все почему-то вдруг стали это перенимать. И сейчас Facebook, LinkedIn, да куда вот вы не ткните, Adobe, Microsoft, GoPro, они все почему-то тоже захотели так сделать. И вы видите, что, ну, как бы компании тоже не бедствуют, да. Поэтому, наверное, смысл внедрять ОКР есть там, где вы хотите масштабирование, роста, инновационности, изменений. То есть ОКР – это система реализации стратегических целей, направленных на изменения. Если хочется просто тихо и спокойно с этой жизнью, ОКР не нужен. Можно я переведу, что здесь происходит, секундочку. Это не так. Ну, то есть, нужен ли мне ОКР? Ну, если ты не хочешь стать Гуглом, то нет. Можно я просто сейчас отвечу по поводу Гугла в том числе? На самом деле, ну, как сказать, мы очень трепетно дружим с Клаудом гугловским. Ну, так получилось. И ОКР, конечно, круто. Просто единственный нюанс, они это называют кипием почему-то до сих пор, ну, как-то так исторически сложилось. Извините. Не пали, не пали. Вот. Как бы в устном разговоре. И на самом деле, а вы померяйте. Вот это как бы тот секрет, наверное, Гугла, который нравится мне, который я, правда, нежно-трепетно люблю, они считают все и везде. Они меряют… У них действительно очень крутая аналитика, они действительно очень запаренные ребята на этом. Они действительно очень умные и чудесные, просто циничные, да, одурения люди, которые ничего не делают просто так, ни для сотрудников, ни для, как бы, еще чего-то. Вот. Кстати, культурологически у них принято не просто выполнять эти показатели, а перевыполнять каждый квартал, ну, на уровне топов, собственно, что мы тоже переняли. Мерите. Вы сначала посмотрите, вот изначально, прежде чем ставить даже банально цели, и если вы ее не можете себе придумать сейчас, замеряйте то, что есть, поставьте линеечки, посмотрите, чего у вас на самом деле происходит, сколько людей приходит, сколько уходит, какое банальное количество кода в минуту меряют. Я спрошу, зачем? Он говорит, а вдруг пригодится? Я говорю, прикольно. Пригодилось? Он говорит, нет еще. Но на самом деле есть секретка, в котором пригодилось. Когда у тебя… Что происходит с настройками людей, когда я говорю разговаривать? Есть светофор, да, вот это в рамках нормы, то есть вот отклонения. Как только у тебя отклонение вылетает на человеке, ты приходишь и говоришь, чувак, что случилось? Ты не говоришь ему о том, что ты начинаешь провисать наш любимый тема. У тебя падают показатели. У тебя все хорошо, с тобой все нормально, у тебя ничего не болит, тебя, может быть, отпустить домой. Ты это делаешь в режиме реального времени. Вот это на самом деле офигенная крутость управления с помощью метрик, когда ты понимаешь, что у тебя вот здесь чуть-чуть заболело. Поэтому как бы как совет, пока прежде чем что-то внедрять в высокоуровневый, померяйте, что есть. А дальше уже можно накручивать, быть лучше, чем ты вчера. Вот это наш девиз, один из. Сравнили со вчера, сделали сегодня лучше. Сравнили со вчера, сделали лучше. И это очень помогает. Спасибо за допродаж гугла. Еще? Еще на гугл наброс. Потому что они меряют не только у себя, но у всех остальных тоже. Ты знаешь, что они меряют? Нет, слушайте, я на самом деле совсем согласен, чтобы внедрить ОКР, надо сначала поставить ОКР на внедрение ОКР. Это понятно. И как бы все мерить, это тоже классно, понятно. Но я просто про гугл хочу сказать. Зря, мне кажется, вообще мы до сих пор говорим о гугл, как о примере для подражания. Это компания, которая находится в не очень хорошем состоянии. Она не диверсифицирована. 90 или 95% выручки так и осталось с контекстной рекламой, которая умирает. У них ни одного нет взлетевшего проекта хорошего, который платный и приносит какие-то деньги. Основатели свалили, забрали деньги и пошли инвестировать. Ну, Android это хороший поинт, но это было достаточно давно. И как бы тоже мы знаем распределение прибыли, что 80% прибыли рынка смартфона забирает Apple. Да, 18% Samsung и 2% все остальные производители телефонов на Android. Ну, неважно, это уже там лирика. Суть в том, что у гугла выручка один продукт и все остальное фейл. Ну, кроме бесплатных типа Chrome и так далее. Так вот, основатели пошли. У них были очень крутые штуки, например, минимум 30 человек подчиненных на менеджера отменили, 20% времени программистам на тех долг отменили. Ну, то есть, don't be evil под сомнением, девиз. То есть, Google это была супер крутая компания, начало типа там 2000-2008. Я, конечно, там, да, у нас книги на русский медленно переводят. Мы сейчас это все читаем, но прямо сейчас вы посмотрите, как развивается Microsoft. Посмотрите на историю, когда сменили гендзера. Почитайте сейчас, я не знаю, на русском нет, конечно. Hit Refresh. Это книжка Сати Наделла про трансформацию Microsoft. И посмотрите, как динамика акций и из какой жопы, которая была после Балмера, Наделла вытащила Microsoft. И у них сейчас 6 продуктов, каждый приносит примерно по 15% выручки. И с точки зрения акционеров, Microsoft сейчас выглядит намного лучше Google. Ну, как мне кажется. Так вот, и если почитать Hit Refresh Наделлы, там вся книжка, во-первых, там, конечно, нет никаких ОКРов и так далее, он ничего про это не пишет. Если суммировать всю эту книгу, он говорит, я считаю, что CEO расшифровывается как Chief Culture Officer. И он всю книгу топит только про то, как он общался с топами и менял культуру Microsoft. И периодически мы что видим, что там людей, типа, вот недавно, позавчера анонсировали, типа, руководитель Windows убрали, поставили другого. Ну, то есть он там людей меняет потихоньку, и старые обоймы убирают всех и поставят других. Вот, но это мой взгляд. Спасибо за ответ на вопрос, нужен ли нам ОКР. Я услышал на… Нет, тебе нужен Google. Нет, 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 Google ковно. Microsoft. Последние годы Microsoft. Отлично. Нужен ли мне ответили на вопрос? Отлично, отлично. Проблема не нужна. Есть проблема. То, почему так инструмент, почему нет? Да, друзья, у нас осталось время на последний вопрос. У кого есть еще какой-то, не знаю, накинуть вот на эту историю? Нет? Agile, ОКР, мотивация? Нет вопросов? Давайте. А вот два, да? Ну, давайте на два вопросика. У тебя маленький? Ты как бы… Это у тебя маленький. Видел, что у них-то большие ответы. Вернемся в практику. Я хотел узнать про амбициозность. Вот мы говорили, что цель должна быть амбициозной, мы ее должны достичь только на 70%, и это будет круто. Как понять на момент постановки цели, что она амбициозна? То есть не потом, когда мы ее выполнили на 100% и поняли, блин, не амбициозно поставили. А вот сейчас я поставил себе цель, и я понимаю, что она амбициозна, и я ее больше, чем на 70% ни за что не достигну. Дисклеймер без гугла, Майкрософта, пива и четверга. Пожалуйста. Идар Васеков, да. На заводе оконная мануфактура в городе Пскове. Цели, которые мы ставим, они все для нас амбициозны, они нам важны. Это наше ощущение, наше видение. Что такое амбициозная цель для вас? Она вообще бесполезна будет для нас. То есть цель, которую ставят наши сотрудники, она амбициозна. И ключевой результат, по которому мы будем оценивать, именно ставится на текущий момент показатели этого ключевого результата. И мы говорим, что мы увеличим, допустим, или уменьшим на столько-то процентов. В этом заключаются наши амбициозные показатели. Можно я добавлю? Все варианты, да. Что берете просто старый добрый 50-й цикл. Смотрите статистику прошлых периодов. Смотрите средний тренд. Прогнозируйте тренды вперед. И говорите, окей, этот тренд, ну окей, мы бы его и так сделали, а давайте накрутим что-нибудь. Вот что-нибудь накрутить, это зависит от вас, зависит от того, где вы хотите быть, какую стратегию видения вы перед собой ставите. Окей, по данным. Смотрим по данным, делаем два раза больше. Вы уверены, что нужны цели постоянные, достижение которых 70%, и у вас нервный тик у людей. Ну чисто вот гипотетически. Вот правда, я как бы, еще раз, я занимаюсь, как бы я люблю мозг, и мне как бы очень жаль, когда люди сходят с ума. Если человек живет в режиме недостижения целей и результатов, это же ад. Людям нужно давать возможность это сделать. Я сказала, что я как бы не про УКР, поэтому мне просто вот, это на самом деле один из главных, одна из главных причин отказа, почему в принципе не называть это даже так в компании, потому что для нас критично достижение и успех у людей. Нам важно, чтобы они приходили и радовались, и получали удовольствие. А когда ты, или, знаете, вот это 70% достигли, и мы прям молодцы, какая фиг разница, это тот же обман. Ну тогда и ставьте, что это 100%. Ну, то есть вот здесь просто ментальные ловушки, ну и плюс, и мы не забываем, что, ну, люди тоже врут, они нормальные. Спасибо. Я сейчас… А можно, да, я добавлю. Вот я сначала отвечу на вопрос. Вообще все эти УКР, мне кажется, они сводятся к тому, что нужно выбрать какие-то метрики, которые не меняются долго со временем, и иметь вот этот, ну, тренд. Поэтому если очень нужно поставить амбициозную цель, берем историю, вот, ну, про тренды, то, что было сказано, там, в прошлом году росли 40%, давайте поставим 60%. Ну, и как бы понятно, что уже там сложно. Но наш опыт, я вот плюсую коллегу из Headhunter, не надо так. Ну, то есть, как бы, люди выгорают. У той же Обуховой, которая рекламирует, у нас самый популярный доклад, мы дошли до того, что люди стали брать отпуск за свой счет, там, выходить на 3 месяца из работы, потому что невозможно все время гнаться, гнаться и гнаться. Если люди мотивированы именно интересом, то они будут, ну, it's done when it's done. Они будут работать хорошо. Если вы их будете гнать быстрее, они просто выгорят. И через два года, там, через год вам нужно будет прекрасных людей, которые замечательно работали, менять. Зачем это надо? Ну, то есть, не надо. Я считаю, что не требуется. То есть, нужно иметь финансовую модель. Мы смотрим, позитивный тренд идет. И хорошо, и людям комфортно. Зачем загонять? Окей, еще мнение? Могу добавить, да? Кратненько только. Я бы хотела для начала напомнить, ну, у меня, конечно, очень так экспресс была теория, да, что ОКР не все цели туда входят, а только ченч цели. И ровно наоборот. Те цели, которые не меняются, это цели ран. И как бы они и так, и там можно и KPI ставить, и зарплату на них навязывать. То есть, это та текучка, те текущие цели, которые, ну, есть и будут, и там продажи никто не отменял, там и производства никто не отменял, и так далее. В ОКР выбираются, как фокус всеобщего внимания, самые стратегически важные, которые позволяют компании не просто выживать, а делать прорывы, двигаться вперед. И в этом именно цель растяжки. То есть выбираются те вещи, которые для нас сейчас критично важны, и позволят нам стать лидерами рынка. И вот тогда здесь очень простой принцип физический и психологический, который мы уже делали. Спринт, когда мы бежим, спринт, если я себе ставлю планочку вот так, я к концу что начинаю? Замедляться. Попробуйте, вы увидите. Здесь у нас есть как бы растяжка, есть видение, куда двигаться еще. Мы заглядываем в будущее, и мы празднуем 60-70%. Вот у Алексея там, вы, может быть, видели, да, как раз у них, насколько на 63% выполнено было, да? Это… Январь на 18. Ну, это… Да. Ну, то же самое, господи. И вот для того, чтобы не было выгорания, вот поэтому на это нельзя завязывать деньги. На ран целях деньги могут быть завязаны, на чьих целях нет. И последнее, и сейчас я, что вы можете этот элемент системы не брать, если он вам претит. Вот пять элементов системы, вы можете набирать свой наборчик и амбициозность просто, ну, ставить обычные цели. Получил ответ на вопрос? Отлично. У нас надо выбрать… Там много было интересного. Мне интересно, люди в долине, они счастливы вообще? Вот этот весь биохакинг, то есть вот там просто люди помешаны на эффективности, вот культура, и они вообще хорошо там живется. Я просто сколько не считаю про работу в долине вот с этой культурой, и кажется, что не очень на самом деле. Саша, мы туда Аню зашлем, посмотрим. Аня Обухову с выгоранием, она прям это… Цель стать лидером рынка, а зачем? Хотите, я просто инстейдерскую информацию из теста расскажу? Не-не, спасибо, спасибо, Наташа. Ты потом в куларах расскажешь. У нас тут был последний вопрос, у нас время закончилось, я обещал вот девушке последний вопрос, но там мы можем пообщаться наверху в зоне кофебрейка. А, пожалуйста. Я даже боюсь задавать. Ну, у меня такой может быть немножко… Хотя по делу. Вот практика ваша и ваша экспертиза большая, что вы можете сказать, если, к примеру, вот весь в Ampel.com, Beeline перевести на agile, сколько времени нужно, чтобы вся компания перешла? Можно я отвечу? Там нет ни одного agile coach. Кроме меня здесь. Ну, вот там нет ни одного agile coach. Давайте, ответьте, пожалуйста. Так это же путь без завершения. Нет конечной точки. О, есть agile coach. Все нормально. Он ответил? Я могу только про Киару сказать. Смотрите, все зависит от того, какой путь мы для себя примем. Если мы начнем внедрять agile ради agile, то это можно сделать быстро. Только вот какие последствия будут для компании. Вот это вопрос. Второй момент. Нужно понимать, на какой стадии развития находится организация. Готова ли она к этому или нет? Есть много теорий. Одна из них моя, мне очень нравится, спиральной динамики. Когда мы смотрим, на какой стадии развития находится компания, какой стиль управления в ней. Если мы говорим, что для авторитарной организации мы предлагаем свободу во времени и пространстве, самоорганизацию, холократию, это будет просто провальнейший кейс. Провальнейший. Будет анархия. Поэтому ответить на вопрос, сколько нужно времени в МПЛКОМ, чтобы перейти на agile, я на него не возьму сейчас отвечать, прежде чем мы не поймем ответ на вопрос, а нужен ли он нам или нет. Самое забавное, что девушка из МПЛКОМа спрашивала девушку из МПЛКОМ. Прекрасно, да. Хотя бы пообщались на этой площадке. Отлично. Друзья, у кого еще остались вопросы, эксперты еще здесь, можно их, я думаю, будет помучать, если мы все вместе не успели задать вопросы. Но официально время уже 8 минут как вышло, и Ваня что-то, видимо, хочет поругаться. На меня. Нет, я не хочу поругаться, я хочу всем сказать большое спасибо. Давайте мы всем друг другу похлопаем, что мы все-таки выдержали. Я надеюсь, что это не последняя встреча, и не последний раз мы встречаемся на тематику Океара, и будем даже дальше приглашать спикеров. Давайте. Все же хотят стать гуглом, да? Да. Все, всем большое спасибо.